В Екатеринбурге накануне состоялась первая встреча рабочей группы по мониторингу ситуации и выработке предложений о мерах по развитию сферы малого и среднего предпринимательства под руководством заместителя губернатора Свердловской области Дмитрия Ионина. Напомним, что по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвышева в регионе был создан антикризисный оперативный штаб по обеспечению стабильности экономики и социальной сферы. По поручению губернатора я организую работу, постоянно действующие при штабе группы по поддержке предпринимательства. Отмечу, что представители Свердловской области регулярно участвуют в обсуждениях и формировании мер поддержки на федеральном уровне с участием заместителей председателя правительства Андрея Белоусова, Дмитрия Чернышенко, Марата Хуснулина и Юрия Борисова, курирующего Уральский регион. Плечо взаимодействия с первыми лицами государства у региона сегодня короткое. Наши потребности слышат и оперативно реагируют на них. А мы, в свою очередь, транслируем на федеральный уровень острые вопросы нашего предпринимательского сообщества, отметил заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин. Руководители органов власти, предпринимательских и деловых сообществ и представители субъектов малого и среднего предпринимательства в рамках рабочей группы обсудили конкретные меры антикризисной поддержки бизнеса, которые уже существуют или готовятся к внедрению. Были озвучены уже действующие федеральные и региональные меры поддержки бизнеса. Обсуждались пакеты антикризисных мер, находящиеся в настоящее время на проработке на федеральном уровне. Цитата. «Учитывая динамичность происходящих в экономике изменений, существуют риски снижения темпов развития сферы малого и среднего предпринимательства. Наша задача максимально снизить влияние негативных факторов внешнего санкционного давления на предпринимателей региона», отметила исполняющая обязанности министр инвестиций и развития Свердловской области Елена Хлыбова. Поддержка малого и среднего бизнеса и привлечение дополнительных ресурсов от различных институтов развития на реализацию инвестиционных проектов в Новоуральском городском округе стала одной из важных тем отчета главы округа Вячеслава Тюменцева. В рамках открытого заседания Думы глава выступил перед депутатами, директорами городских предприятий и учреждений, представителями общественных объединений. Стратегия развития округа, по мнению главы, должна учитывать тот факт, что в секторе, представляющем малый и средний бизнес, работает 25-30% взрослого населения. Это и рабочие места, и налоги в бюджет, комфорт и удобство для новоуральцев в сфере торговли и услуг, и качественная местная продукция, то есть продовольственная продуктовая безопасность. Я встретился с предпринимателями, коллегами, мы вот перед Новым годом, это строительный комплекс, комплекс благоустройства, всего было 28 организаций и индивидуальных предпринимателей. Предложили мы им поучаствовать в наших работах на территории городского округа на сумму 439 миллионов рублей. Мы будем помогать, мы будем привлекать предпринимателей. Более того, доля закупок у субъектов малого предпринимательства в 2021 году она составила 60%, по сравнению с 2019 годом у нас было 38%. Но тем не менее, активность предпринимателей должна быть. К тому же, на поддержку у нас предпринимателя сейчас направлены все поручения президента в рамках 44-го закона, 223-го закона. По закупкам это и увеличение доли аванса, и сокращение срока оплаты по счетам. Ждем какой-то адекватной аналогичной реакции бизнеса. Отметим, что в рамках муниципальной программы развития малого и среднего предпринимательства проведены в городе в 2021 году три обучающих акселератора по разработке значимых проектов в различных сферах – услуги, спорт, обучение, промысла. По итогам, 8 бизнес-планов, признанных главой приоритетными, и финансовая помощь на их реализацию от администрации и Новоуральского центра поддержки предпринимательства составит 2 миллиона рублей. Хорошо себя показавший формат обучающих акселераторов и ярмарки проектов для малого и среднего бизнеса НГО получит продолжение в 2022 году. Уже завтра, в пятницу, 1 апреля, предпринимательское сообщество приглашают в Дом культуры ОХК, где в течение всего дня будут работать различные площадки по выявлению проектов, которые сделают жизнь в Новоуральске интереснее и комфортнее. Лучшие идеи получат различную, в том числе и финансовую поддержку администрации и некоммерческого партнерства «Информационный альянс атомные города». Называется мероприятие «Ярмарка идей. Открытые возможности закрытого города».